История еврейского мессианского движения Греческая транслитация еврейского Ишуа Хамашех Ишуа Яхва спасающий помазанник Вы скажете, почему, зачем вообще, зачем эти термины? Вы знаете, очень часто мы говорим с людьми на разных языках То есть мы хотим им что-то рассказать, донести, но мы говорим на разных языках То есть почему? Потому что у нас технический язык Знаете, такое понятие технический язык? Если встречаются два моториста, и они начинают разговоры между собой Сидят их жены и не понимают, куда они попали Потому что там трансмиссии, там какие-то шкварни, там какие-то, ну, всякие патрубки Они сидят и думают, что? А для них это интересно, они понимают, о чем они говорят Вот так же самое иногда мы, верующие, разговариваем с людьми на разных языках Знаете, благодать на благодать дает благодать Ну, есть мессианская там, я помню, я в шаломе В чем ты? В шаломе В шлеме что ли? Да нет, в шаломе Понимаете, да? Иногда мы говорим с людьми на разных языках Тебе надо покаяться и веровать в благодать Чего? Не потому что это правильно Но Ишуа говорил со своими учениками, вообще говорил с людьми притчами Он говорил на понятном языке Он говорит, царство божие Он знал, что такое царство божие Но он говорит, подобно сему зерну горчичному Попав в землю, оно растет, да? И вырастает большим Так же самое, вера такая же самая Понимаете, там, такие же самые вещи Но мы просто привыкли Мы находясь в каком-то культурном обществе В каком-то, в какой-то среде Мы учимся этому языку И мы потом, знаете, наступает момент И мы понимаем, что люди нас не понимают Мы понимаем, что не понимают Потому что ты хочешь ему помочь А он на тебя смотрит, религиозный фанатик Что ты от меня хочешь? Ну, чего тебе нужно? А ты ему говоришь правильные слова Послушай, перестань заниматься грехом А он и не понимает, что такое грех И поэтому очень важно всегда определиться с терминами Термины, они помогают нам То есть мы с самого начала начинаем общаться с людьми И говорим, вот это, это телефон Средство связи, коммутатор Они штучка для того, чтобы по ней разговаривать Дай мне вот это Что это? Дай мне телефон Дай мне телефон И мы понимаем, что телефон – это телефон И поэтому я хочу посвятить какой-то отрезок времени Конкретно терминам Мы будем смотреть на какие-то слова На еврейские, на нееврейские, на понятия Но сам принцип Для меня очень важен принцип Нам нужно научиться говорить с людьми на понятном им языке Мы должны говорить, что Бог есть любовь И любовь выражается в том, что Он заботится о тебе Нам нужно научиться говорить людям Ну, знаете, женщина спасется чадородие Подождите, вообще-то Иисус спасает Понимаете, да? И когда мы просто разбираем вот эти термины Мы вдруг понимаем, что оказывается Женщина, она спасается не чадородием В плане, что она рождает детей А в том, что она взращивает своего ребенка В Божьей вере И сама растет в этой вере И поэтому это совместный труд И вместе они входят в спасение через это Понимаете, да? Поэтому очень важно в вопросах истории В вопросах каких-то моментов Посвятить вот именно разбору этому Почему? Потому что для кого-то Иисус Христос А для кого-то Ишо И Ишо, например, для еврея важен Почему? Потому что это еврейский, по-еврейски звучит А для нееврея, ну, это, ну Иисус Христос не имя и фамилия, знаете? Я когда-то думал, что Иисус Христос имя и фамилия Оказалось, нет Оказалось, Иисус имя Христос Тем, кем он является Помазанник, царь Понимаете? Но скажите человеку Христос Он не поймет Но если вы скажете, что это помазанник Это человек, который помазан, царь Тогда по-другому воспринимается И когда уже у нас эти точечки над «и» расставлены Тогда мы можем читать просто наш текст Хорошо В истории вообще В исторической традиции Существует точно похожая ситуация Когда мы берем какие-то определенные термины Которые общеприняты И они искажают картину Почему я говорю об этом? Потому что когда мы будем рассматривать Историю мессианского движения Раннего дождя Она так называется История мессианского движения Раннего дождя Эти термины как бы для нас Помогут нам в чем-то Итак, давайте посмотрим пример Исторический пример Я задам вопрос Кому-то я уже задавал Возможно Скажите Князь Владимир Крестил Русь Во что? В христианство В христианство В христианство Отлично В какое христианство? В византийское Византийское Отлично То есть Византийское христианство То есть Православие Я задаю вопрос То есть Существует Да Князь Владимир Крестил В православии Потому что Византия Она исповедовала Православие Но это исторически Неграмотно Это исторически Неправильно Термин правильный Он крестил В христианство Но самое интересное Что в 988 году Когда это происходило Церковь еще не была Разделена на католическую И православную Это была Кафолическая церковь Кафолическая Вселенская Кафолическая Да Кафолическая И было два Как бы престола Один был в Риме А второй был В Византии В Константинополе И принимали Советные решения Они Какие-то важные решения Они принимали На соборах Когда собирались Два епископа Главовинствующие епископы Они принимали Какие-то вопросы Касательно веры Но Итак И то есть Мы уже пришли к выводу Что говорить о том Что он крестил Христианство Равно Православие Неправильно Потому что в то время Еще православия Не существовало Но я вам хочу сказать Еще более смешную историю Крестили Русь Не византийцы Крестили Русь Кельты Кельтские монахи Кельтское христианство Это было третье ответвление От В то времена То есть было Кельтское христианство Была Византия И была Римская То есть Все вместе Это было Кафолическое христианство И Крестили Крестили Кельтские монахи Ирландские монахи Очень интересно То есть Мы сразу же видим Что если мы не понимаем Термины То есть можно сказать Да Почему православие Оно имеет Главенствующее положение У нас Почему Потому что Князь Владимир Крестил Русь В православии Неправда Князь Владимир Крестил В христианство И это была Кафолическая церковь Христианская Это было Да Это был Еще интересный момент Который Меня очень Ну как бы Удивил Первая церковь Какая в Киеве Знаете Да Десятинный собор Византия тех времен Не признавала Десятину церковную Ну не было Десятины А тут они построили Десятинную церковь То есть Церковь Которая была построена На десятину Понимаете Да И по строению Она отличалась От базилик Византии И от римских Строений Понимаете Да То есть Это было Больше Вот именно Ирландское Кельтское направление Христианства Кельтское направление Христианства Уже так Уже к слову Чтобы быстренько Вас Сделать вам Просто такой Интересный фрагмент Это было Христианство Молитвы И Писание У них был Такой знак Крест И в нем круг То есть Круг Это щит молитвы Крест Это слово Божие То есть Что они делали У них была Епископальная Епископальная церковь То есть Они собирали Во главе стоял епископ И была община То есть Каждый город Имел своего епископа И они непосредственно Подчинялись Этому епископу То есть Не было там Папы Римского Который говорил Делайте как я вам сказал То есть Они собирались Потом вместе И решали Надо ли им это Или не надо Скажем Такая Демократия На основанной На писании Но потом В будущем Что делали Эти ребята Они известны Как евангелисты Европы То есть Были Среди них Были такие Святые Которые шли В эти Варварские народы Готам Вообще Во все Вот эти языческие Народы Которые были Тогда И несли Евангелие То есть Они покупали Рабов Освобождали их Учили их И потом Отправляли Домой Эти люди Шли В свои дома И проповедовали Евангелие То есть Благодаря Этим людям Скажем Европа и стала Христианской В конечном итоге После того Как в 1054 году Произошел Роскол В этой Кафолической церкви На западную И восточную церковь Католики Кафолики Вселенские Православные Ортодоксы То есть Правильные Они распались На две части Ну Вообще-то Они распались По политическим Мотивам Потому что Церковь имела Сильное влияние На народ И Императоры Использовали Церковь Для своих Целей Ничего вам не напоминает Сейчас Очень важно Потом Вопросы Переменах Итак Произошел Роскол И В конечном итоге Папа Римский Просто уничтожил Керевскую церковь Они Они мешали То есть Это был Дух свободы Их еще Назвали Протестанты Древней Старой Церкви То есть Понимаете Да То есть Важны термины Когда мы Понимаем Термин Когда мы Можем Из этого термина Раскрыть Целую Историю И мы можем Понять Что происходило Потому что Например Многие Служители Которых Мы будем Говорить Они являлись Членами Церквей В которых Они покаялись Баптистских Церквей Лютеранских Англиканских Епископальных Церквей И тех Миссий Которые Были Устроены Этими Церквями И можно Было И можно Было Сказать Что Они Были Ну Баптистами Можно Но На самом То Деле На самом Деле Эти Евреи Они были Во-первых Евреями И они Открыто Признавали Это То есть И даже Название Их Миссии Их Церквей Оно звучало Еврейская Христианская Церковь Потому что Опять же Мы подойдем К слову Церковь Церковь Для евреев Она считает Ну как бы Не очень Звучит Церковь Потому что Церковь Это Была Неправильно Ну как бы Но на самом Деле Это Наша Позиция В те времена Все было По-другому Еще до Второй Мировой Войны Еврейская Христианская Церковь Воспринималась Для евреев Нормально Потому что Случало Слово Еврейское Понимаете Опять же Многие Наши Понимания Они сейчас Построены На стереотипах Есть такое Понятие Стереотипное Мышление Да И Ну например Я сейчас Чуть-чуть Поспешу Я потом Вернусь Назад Мессианский Еврей Да Мы говорим Мессианский Еврей И еврей Христианин Какой термин Для вас Более Интересен Мессианский Еврей Да А еврей Христианин Не очень Да вы что Интересно То есть Получается Что Ну это Одно и то же Интереснее Оно просто Звучит Необычно Оно звучит Мессианский Еврей Но Интересно Что в те Года Конец 19 Начало 20 века Евреи Называли себя Христианами Я Еврей Христианин И потом Уже Еврейский Мессианский Еврей Это уже Скажем Изобретение Последних Времен И многие Сейчас Я так Встречался С некоторыми Верующими Которые Говорят Я Я не Христианин Нельзя Ты что Как ты Смеешь Они Наших Убивали Я смотрю На него И мне Жалко Этого Мальчика Просто Жалко Потому что То что Он Говорит Это правда Многие Люди Которые Называли себя Христианами Они Убивали Евреев Но Многие Люди Которые Спасали Евреев Они Тоже Были Христианами И Многие Люди Которые Проповедовали Нам Они Тоже Были Христианами Понимаете Термин Что Стоит За Термином Потому что Слово Религия Которую Не любят Все В Протестантских Церквях Знаете Не будь Религиозным Или Я Это Не религия У меня Вера Ну Мягко Сказать Это Просто Человек Жертва Стереотипа Само Слово Религия С леватинского Означает Связь С Творцом Связь Религиоз Связь С Высшим То есть Получается Просто Проблема В том Что Многие Люди Сейчас Глядя На какой-то Определенный Исторический Пример Они Не хотели Себя Отодожеслять С этими Людьми Ну Например Люди Не ходят Церковь Уходят Церковь Только Ставят Свечки Я Религиозен Автоматически Я не хочу Быть Религиозным У меня Есть Вера Да Ну Вы Понимаете Саму Идею Да Религия Но Смешно То Что Первые Христиане Говорили Что Они Религиозны И Писания Святых Отцов Написано Что Наша Религия Христианства Мы Христиане Нам Нужно Не бояться Слово Христианин И Нормально Относиться К слову Мессианский Это Одно И то же Но Так Как Мы Просто В Мессианской Общине И Наше Служение Еврейскому Народу Мы Придерживаемся Слово Мессианский Еврей Понимаете Да Хотя Если Вы скажете Что Я Еврей Христианин Это Ничего Не Изменит В Сущности Вы Как Верили В Христа Так Вы И Продолжаете Верить И Поэтому Знаете Есть Люди Которые Иногда Говорят Вот Я Буду Мессианским Евреем Только Мессианским И Синагога Меня Тогда Примет Знаете Проблема В том Что Синагога Вас Не Примет Только По Одной Причине Потому Что Мессия В Которого Вы Верите Зовут И Иисус И Вас Будут Принимать До Тех Пор Пока Вы Не Скажете Я Верю В Иисуса Я Хочу Чтобы Ты Тоже В Него Верил Тогда Тебе Скажут Извини Дорогой У Нас Разные Пути Иди Своей Дорогой А Я Пойду Своим Путем Понимаете Да Термины Это Кажется Просто Терминология Итак Возвращаемся Назад Итак Само Идификация Мессианских Евреев Евреев Христиан Почему Я Говорю Что Евреи Христиане Послушайте Я Хочу Вам Зачитать Некоторые Символы Веры Из Этих Этих Мессианских Евреев Христиан И Потом Вы Просто Поймете Что Ну Мне Кажется Что В Некоторых Мессианских Общинах Так Не Выражает Свою Веру Мессианским Образом Послушайте Писание Нового Завета Не Противоречит Содержанию Ветхого Завета Ибо В том И В другом Случае Человечеству Предлагается Воспользоваться Возможностью Получить Вечную Жизнь Через Мессию Который Является Единственным Посредником Между Богом И Человеком Закон Данный Господа Моисею Должен Привести Носки Иисусу Чтобы Мы Могли Оправдаться Через Веру В Него Классическое Христианское Толкование Смотрим Дальше Но По плоти Своей Мы Семя Авраама Который Был Отцом Всех Обрезанных И Верующих Поэтому Мы Считаем Необходим Обрезать Крайнюю Плоть У Всякого Младенца Мужского Пола На Восьмой День Как Было Завещано Богом А Являясь Потомками Тех Кого Господь Своей Простертой Рукой Выве Из земли Египетской Мы Считаем Необходим Хранить Субботу Праздник Опресноков И Еврейскую Пасху Так Как Записано В законе Моисеевым Хотя В остальные Христиане Празднуют Ими Воскресение Мессии Из мертвых И сошествия Святого Духа С небес Иосиф Рабинович Догматы Веры Нового Народа Израиля Сынов Нового Завета 1800 Седьмой Год Слушайте Эти ребята В 1837 Говорили Об обрезании И еврейских Праздников Мы В наше Время Считаем Что Праздники Господни Это наше Откровение Мы Считаем Что Это нам Открылось Возвращаемся К первому Уроку Все новое Хорошо Забыто Старое Эти люди Действительно Хотели Делать так И они Назвали себя Христианами Термин Термин Можно Сказать Что Они Были Мессианскими Евреями Да Они Говорили Иисус И они Говорили Иешуа Они Говорили Христианин Мессианский Еврей Понимаете Саму Идею Когда Мы Не Зацикливаемся На Одном Мы Раскрываем Кругозор И Мы Можем Достигнуть Больше Людей Больше Народа Понимаете Саму Идею Следующее Мы Заявляем Что Считаем Правильными Даже Теперь Когда Мы И наш Еврейский Народ Разбросаны Между Народами Придерживаться Насколько Это Возможно И для Себя И для Наших Семей Соблюдение Субботы Еврейских Праздников И еврейских Диетических Законов Кашрут Мы Желаем Поддерживаться Древних Обычаям Нашего Народа Которые Вновь Были Освящены Иисусом Пока Он Жил На Этой Земле Феофил Лаки Манифест 1911 Год Еврейская Христианская Конференция В Швеции Интересное Да Посмотрите Вроде бы Мы говорим Опять же Я говорю Возвращаясь К терминам Я понимаю Что вот это Слово Термин Вас сегодня Достанет Но Вы должны Понять Что очень Часто Мы говорим На разных Языках С людьми И вот Этот момент То что Я показываю Люди Называющие Себя Христианами Говорили Будем Праздновать Субботу Евреи Христиане А сегодня Мы говорим Ты же Христианин Нет 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 Я не Христианин Я Мессианский Еврей Ну Ну Я понимаю Я согласен Что это Есть проблема Для кого-то Но В нашем Кругу Не надо Стыдиться Этого Это нормально Я Еврей Христианин Я мессианский Еврей Я верю В Иешуа Я верю В Иисуса Потому что Бог что Смотрите Самое Интересное Что Бог сделал Из двух Одного Нового Человека Помните Да Из евреев И не евреев Он создал Он создал В самом Себе Одного Нового Человека Было Время Когда Еврейской Составляющей Не было Она Была Временна Вот так Но Были только Не евреи Язычники Как мы Любим Говорить На самом деле Опять же Язычники Термин Мы говорим Верующие Из других Народов Это язычники Но Вообще-то Язычники Это люди Которые По-украински Цепоганцы Те Которые Поклоняются Брата-христианина Язычником Ну Это мягко Некультурно Ну И некрасиво Термины Я сейчас Говорю о терминах Заметили Поэтому Очень важно Говорить с людьми На их языке Когда я в церкви Я говорю Я христианин Когда я со своим народом Когда я с евреями Я говорю Я еврей Верующий в Мессию В чем разница И в чем Но просто В одной культуре Это воспринимается Хорошо И во второй культуре Это воспринимается Хорошо Понимаете Но если я в одной культуре Буду говорить Я мессианский еврей А второй говорит Нет Я не христианин Ну тогда Не разделился ли Христос Не разделился ли Он В теле Потому что Мы один новый человек И наша община Вот Орхамашех Мы стоим На основании того Что Бог Создал в самом себе Одного нового человека Евреев И неевреев Предназначение Мессианских общин Служить еврейскому народу Но и тем Неевреям Кто будет попадаться Ну кого Бог Будет посылать нам На пути Писание говорит За полу одного Что? Десять человек Ухватится Нормально? Правильно? И есть неевреи Которые призваны Служить Евреям Нормально А есть евреи Которые призваны Служить Неевреям Вы что-то знаете Например о том Что Многие евреи Были основателями Целых Динаминаций Например Был такой человек По фамилии Шершавицкий Он был Епископом Шанхая Он перевел Новый Завет На язык Мандари На китайский И он был Создателем Создателем Японской грамматики Ему стоит Памятник В Японии Он перевел Новый Завет На японский Японский язык На язык Слога У них есть Два письменности Слоговые И есть Смысловые Иероглифы И он Перевел Он создал Этот язык Евреи Нормально? Нормально Смотрим Дальше Смотрите Мы сейчас Идем Дальше Термины Есть Понятие Такое Ну давайте Мы Так Сейчас На скидочку Я вам скажу Закон Что мы Подразумеваем Под словом Закон Отлично Уже Тремнение Очень часто Мы говорим Закон Да Это свод правил Это Божьи заповеди Для евреев Это устная тора Еще Толкование Устной тора Ну Этих заповедей Это тоже Закон О каком законе Говорим мы Закон жизни Закон смерти Бог Ишу Да Мне говорят Мы живем по благодати Я согласен А чем мы регулируемся Чем Заповедями Божьими Это закон Нет 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 Это заповеди Подождите Ну Закон Это заповеди Нет 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 Вы не понимаете Закон Он к смерти Ведет А мы по благодати По заповедям И ты смотришь И вместо того Чтобы найти единство Мы находим разделение Но когда мы говорим Что Закон Божий Это заповеди Божьи Есть ритуальные Заповеди Есть заповеди Ну Нравственные Есть заповеди Ну Отношений Понимаете Да Когда мы называем Вещи своими именами Мы говорим Тора Это пятикнижие Моисеева Но это и закон Божий То есть Когда мы Обозначаем Эти все вещи Тогда оно По другому Воспринимается Тогда мы можем Найти контакт С людьми И евреи Вот эти В этого времени О которых мы будем Говорить Они находили Общий язык С людьми Потому что До этого Была очень Такая картина Чтобы еврей Стал христианином Ему нужно было Ставить свое еврейство То есть Ты уже не еврей Ты уже христианин Каким образом Ну Были два варианта Было насильственное крещение Или было добровольное крещение Но в любом случае Была очень Такая унизительная форма Вы должны просто понять Например В католической церкви Во времена Испании Испанской инквизиции Была такая формула Человек Его назвали Оглашенным Чтоб вы поняли Человек выходил Перед собранием Перед народом И говорил Такую фразу Я отрекаюсь От всего еврейского Отрекаюсь От своего родства От своих этих От своего всего Что связано с еврейством От суббот От торы От всего И плюю на это И принимаю Христа Теперь я не еврей И после этого Он становился Амараном Что буквально Означает свинья То есть Потому что На него смотрели С опаской То есть Он вроде бы Покрестился Нормально Все хорошо А почему он покрестился Мусил какой-то тайный Наверное Хочет что-то себе Заработать Что-то он там Задумал И получалась такая Картина Свои Как бы его Уже не принимают Потому что Евреи Верующие в Христа Уже Не перестает быть Евреем По еврейской традиции А те Кому он пришел Говорят Что-то ты Странный парень Надо за тобой следить Испанская инквизиция Была именно И сотворена Для этого Они начинали Не с ведьм Драгоценные мои Они начинали С того Что они следили Именно за маранами И за конверсией Конверсия Это те Кто из мусульманства Переходили в христианство А уже после Они начали бороться С ересами Ну и всеми Известные Охота на ведьм Вот ведьм Да Сожгли Сожгли Более 200 тысяч Человек За все время Инквизиции Итак То есть Вы теперь понимаете Почему я делаю Ударение На термины История И термины То есть История Это коллективная память Это личная память Это опыт Это обучение И язык На котором мы говорим Мы никогда не думали Какой великий дар Нам дал Бог Мы можем выражать Своё Своё внутреннее состояние Мы берём Наши мысли Облекаем их В какие-то Абстрактные слоги Которые составляют Слова И мы можем Передать Внутреннее состояние Которое есть У нас внутри Мы никогда Об этом не думали Порассуждайте Об этом То есть Мы можем Думать И мы можем Говорить То есть Мы не бессловесные скоты Извините за выражение Понимаете Мы можем Эти слова Записывать И наши мысли Застывают на бумаге Время Останавливается Ты берёшь книжку И читаешь И ты понимаешь Как думал Человек Сто Двести Триста лет назад Ты открываешь Писание И ты читаешь Возлюбленный мой Лучше Десяти тысяч Других И ты думаешь Вау Я хочу так же Термины И это всё Терминология Понимаете Очень важно Очень важно Научиться Выражать Свои мысли Если мы хотим Достигать Еврейский народ Нам нужно Понять Как думают Евреи Если ты не еврей А если ты еврей Знаете В наше время К сожалению Мы так ассимилировались Что уже Эстер и Мордыхай Это наше Почётное прозвище Понимаете Мы Кто-то помнит Кто-то не помнит А кто-то и не знал И вот только Когда покаялся Вдруг оказывается Даешь Еврей И оказывается В твою жизнь Ходит слово Маца Песа Хтора Цицит И ты думаешь Вау Интересно-то как Класс Но когда ты приходишь Домой иногда И ты говоришь Маме Мам Я вот там Цицит хочу Она говорит Че? Какой цицит Сынок? Зачем он тебе нужен? Вырос уже Вырос уже Подсказывает Влад Извините Пожалуйста Понимаете Саму идею Мне очень интересно Было Знаете Как-то общаться С Было у меня Такой период Бог дал мне Возможность Пообщаться С разными Христианскими Течениями Я общался С францисканскими Монахами Мы ходили вместе В больницу Посещали больных Я общался С православными Мой кстати Первый Духовный наставник Был православный Я был протестантом Он был православным Я вам хочу сказать Что Дай Бог Таких духовных Наставников Побольше Был период Когда я Столкнулся С еврейской Ишивой Был период Когда я Сталкивался С мессианскими Общинами Разных Ну с разными Мессианскими Общинами И везде Знаете Я увидел Вот этот Вот этот Язык У каждого Свой язык Но Господь Дал нам Универсальный Язык Язык Святого Духа Язык Писания И мы должны Научиться Выражать Свой язык Вот эти термины Знаете Иногда Хочется Блеснуть Знаниями Сказать Что-нибудь Как сказать А человек И не понял Тебя Что может Проще Сказать Желаю Тебе Шалома Или Желаю Тебе Мира Если Человек Понимает Что такое Шалом Пожелай Ему Шалома Но если Он не Понимает Что такое Шалом Пожелай Ему Мира А если Ты ему Желаешь Шалома То хоть Объясни Что такое Шалом И откуда Он приходит И это Кстати Очень Интересный Момент Это Возможность Начать Благовествовать Это Возможность Сказать Что-то Хорошее Понимаете Я вспоминаю Когда В Питере Мы Играли Спектакль И мы В костюмах Потом Выходили В зал И мы Разговаривали С людьми И многие Люди Вот Старые Евреи Они Говорили Вау А я Помню В детстве Вот Такие Штучки Мой Дедушка Делал А вот Это Вот А потом Я спрашиваю А что потом А потом Потом Мы забыли Об этом А потом И не надо Стало Знаете Очень часто Мы делаем Упоры На какие-то Ну Видимые Вещи Забывая Что люди Нуждаются В простом В понимании Нам нужно Научиться Говорить С людьми На понятном Их языке Если И для этого Кстати Я вам говорю Учитесь Учитесь Если вы Хотите Достигать Ортодоксальных Евреев Вам нужно Понимать Что такое Талмут Что такое Мишна Что такое Байрат Что такое Кто из вас Знает Идыш Никто Не знает А чтобы Ортодоксальных Достигать Надо Идыш Знать Они На Идыш И говорят Кто Знает Отношения Между Мужчиной И женщиной В Ортодоксальной Среде Никто Не знает Надо Знать Надо Знать Историю Израиля Для Более Севетских Евреев Надо Знать Как Возник Государства Израиль Надо Знать Историю Евреев Как Оно Происходило Это Важно Это Мы Так Думаем Что Это Не Важно А На Самом Деле Ты Приходишь Я Помню Когда В Житомире Моя Первая Община Когда Мы Начали Проводить Рев Шабаты По Вечерам По Пятницам И К нам Пошли Евреи К нам Просто Пошли Евреи И В Не Делали Просто Отсобирался Свой Круг Они Там Делали Но Когда Только Мессианская Община Начала Проходить Это Они Вдруг Переполошились Потому Что Многие Евреи Научили Зажигать Свечи В Мессианских Общинах Это Смешно Но Это Правда И Я Свидетель Этому Вы Понимаете Мы Начали Общаться С Людьми На Понятном Ем Языке Мы Начали Понимать Его Боль Научитесь Понимать Его Радость Научитесь Не Смотреть На Него Сквозь Знаете Многие Смотрят На Еврея На Израиль Как На Священную Коробу В Иудаизме Израиль О Евреи О Люди Люди Которых Любит Бог Люди Которых Создал Господь Для Определенного С Определенной Целью Помните Быть Священником Для Всех Народов Понимаете Это Хорошо Любить Израиль Но Знаете Для Меня Самое Интересное Было Любовь К Израилю Это Те Праведники Которые Во Время Нацистской Германии Прятали Этих Евреев Которые Не Боялись Умереть И В этом Выражалась Любовь Любовь Выражалась Когда Евреи И Не Евреи Шли И Не Сли Евреям Евангелие Благую Весь Ешу Еврейского Мессии И В этом Выражается Любовь Понимаете Мы Должны Понять Это Нужно Научиться Говорить С людьми На Понятном Им Языке Вам Не Сильно Сложно Слушать Понимаете Меня Говорить Надо Учиться Надо Учить Еврит Надо Учить Еврит Извините Пожалуйста Еврейская Мессианская Община Вам Нужно Учить Еврит Да Но Кто Говорит Аминь Очень Часто Его И Не Учит И Тот Кто Говорит Что Он Молится За Израиль Чаще Всего Не Молится Это Уже Проверено Понимаете Для Чего Понимаете У нас Есть Посвящение Нашему Служению Мы Не Просто Тут Собрались Потому Что Ну Время Пока Ну Знаете У нас Свободное Время Но Может Давайте Посидим Мы Здесь Собрались Для Одной Причины Мы Хотим Научиться Служить Израилю Еврейскому Народу Мы Хотим Угодить Богу И Очень Важно Понять Что Люди Всегда Будут Оставаться Людьми Люди Всегда Будут Оставаться Людьми У У нас В общине Есть Семейная Пара Которая Достигала Одного Еврея Шесть Или Семь Лет И Только Перед Смертью Он Покаялся И Его Крестили Погрузили Совершили Твилу И Он Умер Его Звали Феликс Но Этот Человек Был Столько Делал Нам Нервов Знаете Что Я понял Что Евреев Легко Любить Когда Они На Расстоянии В Израиле Но Когда Они Входят В твою Жизнь Почему Это Становится Очень Трудно Сказал Одной Сестре Баптистке Что Евреи Не Читают Библию Так Она Мне Анафеме Предала Как Так Евреи Народ Книги Не Читают Книги Библию Не Читают Не Читают И Это Тоже Термин И Это Тоже Нужно Знать Потому Что То Что Мы Смотрим И Говорим Евреи Это Синагога Это Неправда Послушайте Если Брать 100% Понимаете И Мы Призваны Застигать И Тех И Других Понимаете Но Но Очень Важно Если В нашей Жизни Встречается Не Только Евреи Но И Другие Люди Мы Не Можем Не Поделиться Этим Сокровищем Которые Дал Нам Господь Это Как Мы Нашли Лекарство От Болезни И Мы Не Можем Прятать Его Только Для Себя Или Для Кого Делайте Себе Учеников А Ученик Может Сделать Учеником Только Таким Каким Он Есть Сам Поэтому И Говорит Что Ученик Не Больше Учителя Хорошо Мы Говорили О Терминах Может Быть Вы Так И Не Поняли Зачем Эти Нужны Термины Но Самый Главный Посыл Этого Урока Самый Главный Посыл Этого Урока Научитесь Говорить С людьми На понятном Им Языке Научитесь Узнавайте Людей Которым Вы хотите Идти Читайте Книги Смотрите Фильмы Критически Относитесь К этому Потому Что Евреи Это не просто Ушпизин Вау Как интересно Это не только Слуги Бога Друзья Бога Есть фильм Такой Это не только Скрипач на крыше Это Это Многогранная И многообразная Составная Потому что Мы живем С вами В ашкиназийской Среде Там где были Хасиды Ортодоксальные Евреи А что из вас знает Про Сефартов Практически Не знаете Для нас Еврейская музыка Это Айна Най 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 А для Кого Ай Я Ла Ла Это тоже Еврейская музыка Вы слышали Румынскую Еврейскую Музыку Я слушал Ребята Вот такая Интересная Музыка Болгарская Музыка Еврейская Даже Украинская Похожая На Коломойку На западной Украине Где было Много Евреев Но для нас Понимаете Многосторонность Когда мы Научимся Видеть Этих Людей Когда мы Научимся Говорить На их Языке Тогда мы Будем Доносить им Евангелие Благую Весть Еврейского Мессию Еврейского Машеха На понятном Им языке Музыка 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 Музыка